Здравствуйте, дорогие мастерицы! С вами Ольга Афановна. В этом видео мы будем делать яркую летнюю луну из файмера. Итак, приступим. Из бумаги вырезаем квадрат размером 5х5 см. Складываем по диагонали и вырезаем лепесток. Обводим полученную заготовку и дорисовываем основание листа. Вырезаем выкройку и переносим на картон. Шпажкой или зубочисткой прорисовываем лепестки на файмеране. Для зеленых листочков вырезаем полоску файмерана шириной 2,5 см. Длина 6 см. Складываем каждую заготовку пополам и вырезаем лист. Обготовим литоны. Флористическую проволоку диаметром 0,6 см обворачиваем гофрированной бумагой в тон лепестка. Для закрепления используем строительный или обычный клей ПВА. После того, как литон готов, полностью пропитаем его клеем. Теперь наш литон откладываем на просушку на полчаса. Пока литон сохнет, мы можем тонировать наши лепестки с помощью сухой пастели и влажной салфетки. Затем нагреваем листики и прикладываем к молду. В этом видео используется обычный универсальный молд листа. Если молд пока отсутствует в вашем арсенале, вы можете просто нагреть листок с помощью бамбуковой шпажки или зубочистки нанести 3 прожилки на листок. Также можно нагреть край листочка и передать ему более естественный вид. На каждой из 12 лепестков лилии наносим клей Момент Кристалл Гель по центру и по краю. Даем лепесткам просохнуть в течение нескольких минут. Далее вклеиваем литон между двумя лепестками. Отрезаем все неровности листа. Также тонируем лепестки сухой пастелью. Сначала наносим краску на основание лепестка. Затем растушевываем верхнюю границу чистой влажной салфеткой. Следующий этап. Для получения коричневого цвета смешиваем красную и зеленую акриловые краски. С помощью зубочистки акриловой краской рисуем точки на основании каждого лепестка. Нагреваем лепестки и передаем им форму. Чтобы собрать цветок, подготовим тычинки. Для этого разрезаем тейп-ленту пополам и обворачиваем ее в флористическую проволоку. С помощью круглогубцев на конце проволоки делаем петлю. Пять тычинок складываем пополам и с помощью круглогубцев закрепляем в полученной петле. На основание каждого лепестка наносим немного клея и начинаем собирать цветок. Первый ряд. Три лепестка, которые закрепляются с помощью нити. Второй ряд собираем аналогично первому. Обматываем стебель тейп-лентой. К каждому цветку приклеиваем по три листочка. С помощью нити собираем воедино три цветка, проклеиваем клеем и маскируем тейп-лентой. С помощью проволоки закрепляем булавку на верхней цветке букета. Проклеиваем клеем и после высыхания маскируем тейп-лентой. Вот такая яркая летняя брошь у нас получилась. Если мастер-класс вам понравился, не забывайте ставить лайки, комментировать видео, а также делиться с своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр!